Волонтёры Победы исполнили мечты воспитанников интерната в деревне Подберезье. Ребятам они продлили праздники и вручили подарки, о которых они просили зимнего волшебника. В Подберезьской школе-интернате настоящий праздник. Пусть и с опозданием, но к ребятам пришло новогоднее чудо. Волонтёры Победы принесли детям подарки. По желанию воспитанников самые разные, поэтому, чтобы исполнить мечту каждого, активистам потребовалось чуть больше времени, чем Дедушке Морозу. Что ты у Дедушки Морозова просила на Новый год? Я попросила косметику и набор прикольных носков. А какую ты косметику хочешь? Ну, не знаю, какую-нибудь. Чтобы делать клёвые, потаженные, да, макияжи? Ну, тренироваться. Я, наверное, хочу стать всё-таки визажистом. Колонку и плед. Колонку протитивная? Диберезкую. Я попросил Дедушку Мороза зенитовскую форму для футбола. Я загадала шампунь, гель и бальзам для волос. Акция «Подари чудо» проходит уже больше десяти лет. Схема простая. Ребята пишут письма с пожеланиями, которые затем передают волонтёрам. А те организуют сбор подарков. Почувствовать себя добрым Дедушкой Морозом могли все желающие новгородцы. Были такие люди, которые просто приходили, очень много брали писем. И приносили прям огромные пакеты в Дом молодёжи. И приносили даже просто обычные вещи. Вот компьютер принесли. И разные там даже коньки девочки принесли. Говорят, что новые, и мы не пользуемся. Вот, возьмите, пожалуйста. Благотворительную акцию поддержал губернатор Новгородской области Андрей Никитин и член регионального правительства. Они передали волонтёрам подарки для ребят. В этом году новгородцы исполнили пожелания 62 воспитанников школы-интерната в Подберезье.